юпитер огромный загадочный самая большая планета солнечной системы почти полностью состоящий из газа этот суровый мир с ветрами скоростью в 640 километров в час и штормами в два раза больше земли может также послужить моделью того как образуются планеты а на одном из четырех крупнейших спутников юпитера может находиться ответ на самый важный вопрос заглянув под эту толщу льда человечество могло бы выяснить существуют ли инопланетные формы жизни современные космические миссии раскрывают секреты этого таинственного гиганта юпитера за последние 50 лет космические миссии открыли миры которые мы и вообразить не могли начиная с гор марса до метановых озер сатурна но одна из планет потрясает воображение больше чем остальные величайший из планет юпитер большая часть того что мы знаем о юпитере известна благодаря миссии галилео стартовавший в 1989 году на борту спейс-шаттла атлантис каждое новое открытие галилео позволяет ближе познакомиться с юпитером и его спутниками а также дает информацию о том как образовалась вся солнечная система в 11 раз больше земли но возможно без единой твердой поверхности юпитер это шар из газа и жидкости в 145 тысяч километров в диаметре с молниями в тысячу раз мощнее чем сильнейшие разряды на земле и системой колец как у сатурна но слишком темных чтобы их можно было увидеть в телескоп большое красное пятно чудовищный шторм со скоростью ветра 400 километров в час такой огромный что мог бы поглотить тело в три раза больше земли вокруг этого гиганта вращаются 63 спутника галилео исследует четыре из них и о европу ганимет и калисто каждый из четырех спутников достоин стать объектом отдельной миссии ученые полагают что на расстоянии 800 миллионов километров от солнца миры мертвые безжизненные и он ближайший спутник юпитера немного крупнее нашей луны но и его совсем не безжизненно на сотни километров в космос извергаются огромные фонтаны сернистого ангидрида очень необычная поверхность красными и желтыми пятнами кто-то прозвал его спутник пицца ганимет крупнейший спутник изрытый кратерами и покрытый льдом и европа самый загадочный из четырех ее ледяной панцирь возможно скрывает океан жидкости а где есть вода может быть и жизнь тайны системы юпитера будут исследовать космические зонды нового поколения джуно европа-эксплорер и подводный зонд эндуранс три миссии одна цель наконец раскрыть тайны этих инопланетных миров до галилео предыдущие миссии могли только наблюдать издалека семидесятых годах и начале восьмидесятых с пионера и вояджера получены заманчивые снимки юпитера и его спутников но появилось больше вопросов чем ответов на них как образовался юпитер что дает энергию его вихрем и почему на его спутниках так высока геологическая активность до того как появятся ответы на эти вопросы команде надо решить простую проблему галилео не может нести на себе достаточно горючего для всего полета инженерам наса нужно разработать другой способ попасть на юпитер и они нашли отличное решение мы полетим совсем не на юпитер сначала полетим к венере приблизившись к венере а потом к земле галилео используя метод гравитационной рогатки получает от планет ускорение для конечной цели своего путешествия юпитера когда галилео достигнет цели после шести лет полета от него отделиться небольшой зонт и нырнет вглубь атмосферы юпитера на сбор данных об окружающей среде у него будет меньше часа пока его не разрушит огромное давление все ожидают от галилео сенсационной информации но сначала он должен попасть туда всего через 18 месяцев после запуска происходит катастрофа у галилео не раскрылась его похожие на зонтик антенна это было просто невероятно она должна была раскрыться мы думали что без антенн космический аппарат просто не сможет осуществить миссию на земле инженеры наса борется за устранение неполадок были попытки раскрытия с помощью встряски думали что возможно и просто заклинило были попытки раскачивать зонт вверх-вниз знаете как-нибудь попробовать ее раскрыть теперь есть только один способ спасти миссию от провала использовать для передачи данных на землю навигационную антенну низкоскоростной связи но вот в чем проблема низкоскоростная антенна передает данные в 10 тысяч раз медленнее лишь несколько процентов собранной информации когда-либо достигнет земли приближаясь к конечной цели галилео встречает крупную комету которая должна столкнуться с юпитером у галилео уникальная точка наблюдения это может дать подсказку к одному из важнейших вопросов в истории юпитера как он был создан до нынешнего времени ученые полагали что юпитер образовался из остатков вещества после рождения солнца первобытная планета застывшая во времени если это так то юпитер и солнце сходно по своему химическому составу удар кометы вытолкнет на поверхность вещества из глубины позволит ученым проанализировать их и узнать верна ли эта теория они могут получить больше чем надеются мне просто не верилось что у нас будет шанс увидеть как одно тело солнечной системы сталкивается с другим у нас была уникальная позиция для наблюдения за этим исключительным событием комета носит имя шумейкеров леви 9 дэвид леви один из ученых открывших ее это должно было стать первым зафиксированным столкновением кометы и планеты и мы не знали какие выводы из этого мы сможем сделать и вот настал день когда на горных вершинах и в космосе больше телескопов чем когда-либо направлены на один участок неба когда комета приближается сила гравитации юпитера разрывает ее на части теперь планету ударят 20 оскоков некоторые полтора и более километра в диаметре астрономов всего мира сейчас увидят что-то невероятное фрагменты падают один за другим самый крупный высвобождает энергию равносильную 300 миллионам ядерных бомб столб пламени выстреливает на 3200 километров над облаками юпитера от удара каждого фрагмента на поверхности возникает отдельное облако размером с землю словно черные синяки на южном полушарии юпитера первое что мы увидели после каждого столкновения столб пыли и газа зафиксированы и галилео и телескопом хаббл затем мы увидели образование этих больших черных облаков на всем южном полушарии юпитера но главная неожиданность не эти облака а взрывная волна образовавшиеся после столкновения в верхних слоях атмосферы возможно только одно объяснение и для астрономов это открытие когда шумейкеров леви 9 столкнулась с юпитером это было как камень упавший в пруд от нее пошли круги и скорость их распространения зависящие от количества воды в атмосфере была больше чем мы думали поэтому мы сделали вывод что и воды и там больше чем предполагалось вы видите что-то подобное сейчас круги расходятся в стороны именно скорость их распространение указала на на то что воды там больше чем считалось ранее это удивительное открытие она означает что состав юпитера отличается от состава солнца это грозит перевернуть все представления ученых о процессе образования юпитера нужна новая теория через 17 месяцев галилео достигнет юпитера и проанализирует его химический состав только тогда ученые смогут раскрыть тайну через год после столкновения юпитера с кометой галилео почти достиг цели ставки высоки теперь ученые знают что на юпитере может быть десять раз больше воды чем считалось ранее в таком случае нужно совершенно иное объяснение тому как образовался этот странный мир первые задачи галилео будет произвести замеры химического состава атмосферы включая количество воды галилео запустят в облака юпитера маленький зонд который также измерит скорость ветра и температуру на разной глубине чтобы понять причину неистовых штормов а также ответить на важный вопрос является ли юпитер дальним родственником солнца или чем-то другим центр управления полетом запускает три реактивных двигателя маленький зонт отделяется от галилео его цель проникнуть в атмосферу юпитера когда зонт отделяется галилео запускает двигатель и берет новый курс выходя на орбиту юпитера сделанные снимки по детализации в тысячи раз превосходят все сделанные ранее но через два месяца катастрофа выходит из строя ленточное устройство хранения информации выяснилось что при работе на очень высокой скорости пленка могла начать нагреваться и плавится поэтому мы внесли изменения программу миссии чтобы использовать только низкоскоростную запись и не все устройство целиком таким образом это соответствовало тому как быстро мы могли передавать данные на землю неисправные устройства записи тяжелый удар с тех пор как галилео запустил зонт прошло пять месяцев скоро он погрузится в атмосферу юпитера чтобы измерить количество воды и других составляющих после столкновения с кометой шумейкеров леви 9 остаются открытыми фундаментальные вопросы об образовании юпитера и других планет может ли этот маленький зонт помочь в поисках ответа устройство должно войти в атмосферу под точно определенным углом если угол будет больше зонт сгорит если меньше отскочит как камень от поверхности воды все просчитано чтобы соблюсти определенный угол и зонт снабжен термозащитой но было несколько напряженных моментов через две минуты аэродинамического торможения зонт замедляется до скорости звука раскрывается тормозной парашют потом связь прерывается во время снижения зонда есть период когда радиосигналы от него не поступают из-за жара который выделяется при прохождении зондом слоев атмосферы медленно снижая сквозь 200 километров атмосферы зонт собирает данные и передает их на галилео откуда они поступают на землю зонт пытается измерить соотношение веществ на юпитере из чего он состоит из серы какие там инертные газы неон аргон криптон какова их концентрация сколько там воды пока зонт погружается в атмосферу юпитера ученые убеждены что найдут там слой водяного пара поднятого кометой а значит ключ к разгадке тайна образования юпитера я даже высказал предположение на научном собрании предложил паре любому на 10 долларов что зонт обнаружит весьма значительное количество воды но вместо воды зонт летит через толщу легких газов он пролетел в провал в дыру между облаками где же вода которую они надеялись обнаружить должно быть на юпитере есть и сухие и влажные области этого они не ожидали стало ясно что на юпитере есть устойчивые погодные явления пятна которые движутся и поэтому не сразу заметно что они были раньше команда галилео затаила дыхание зонт погружается глубже но по-прежнему нет следов воды информация полученная менее чем за час грозит перевернуть наше представление о создании солнечной системы зонт действительно фиксирует высокую концентрацию таких тяжелых элементов как аргон криптон углерод и азот уровень концентрации в два три раза больше чем на солнце эти элементы конденсируются только при сверх низких температурах ниже чем на юпитере при его сегодняшнем положении мы узнали что в атмосфере юпитера есть составляющие занесенные с далеких и очень холодных окраин солнечной системы для астрономов это открытие настоящая сенсация наличие этих элементов свидетельствует о том что юпитер образовался иным путем нежели солнце этот зонд за одно погружение показал нам что все наши представления об образовании планет были неправильными мы не понимали процесса создания планеты возникновения солнечной системы открытия совершенные с помощью зонда потрясли научное сообщество могла ли планета гигант образоваться дальше от солнца где холоднее а потом передвинуться на нынешнее место или тяжелые элементы и вода были занесены кометами и астероидами 58 минут спустя но до того как появится ответ связь прерывается зонд сгорел в атмосфере юпитера ученым была предоставлена уникальная возможность заглянуть внутрь планеты и понять как сформировалась ее атмосфера но главный вопрос остался без ответа в 2011 году новая миссия джуно попытается найти ответ он подлетит ближе к юпитеру и соберет еще больше информации основная задача джуно определить химический состав по этому составу мы узнаем о процессе образования это позволит нам выяснить как создаются планеты когда зон завершил работу галилео который находится на высоте почти 210 тысяч километров над юпитером пора обратить внимание на еще одну загадку погоду планеты как вихри в три раза больше земли вырастают до таких размеров и живут более 300 лет погода юпитера непрекращающийся водоворот облаков гроз и крупных воронок похожих на ураганы для команды галилео это загадка на земле подобные погодные явления питает энергия солнца но юпитер удален от него более чем на 800 миллионов километров поэтому здесь должно быть другой источник энергии самое известное явление большое красное пятно шторм облака которого возвышаются над атмосферой на 8 километров и глубоко погружены в смесь веществ внизу цвет красного пятна обусловлен веществами которые скопились внутри него запеклись под воздействием ультрафиолетового излучения и стали красными астрономы наблюдают за большим красным пятном вот уже 300 лет на земле даже крупнейшие ураганы не длятся более двух недель как же самый большой вихрь в солнечной системе в три раза больше земли получает достаточной энергии чтобы сохранять активность веками ученые думают что разгадка скрыта в более маленьких ураганах чтобы раскрыть эту тайну они собираются заснять процессы происходящие в большом красном пятне и в небольших вихрях поняв механизм действия этих природных явлений команда галилео надеется определить их источник энергии поскольку высокоскоростная антенна вышли из строя видео снять невозможно и центру управления полетом нужно разработать новый подход вместо продолжительной съемки мы делали съемку в три этапа взглянуть на пятно вернуться через несколько часов и снова его заснять таким образом получилось съемка в три шага вместо непрерывной съемки галилео нацелился на зону турбулентности вокруг маленьких белых пятен предположительно вызванную конвекцией или быстро поднимающимся воздухом если это ураганы нужно найти доказательства надо обнаружить еще одно удивительное явление юпитера молнии силы разрядов тысячи раз больше чем на земле но они заметны только ночью юпитер в 11 раз больше земли он огромен на этом шаре можно разглядеть несколько ярко белых пятен маленьких пятен насыщенного белого цвета и когда мы обогнули юпитер и взглянули на его ночную сторону то увидели белые пятна только там где в них были молнии и больше значит именно там и были грузы после определения грозовых участков следующий шаг выяснить смогут ли эти маленькие белые пятна перерасти в более крупные галилео оказался в нужное время и в нужном месте тридцатых годах двадцатого века образовалось три белых овала и они существовали уже 60 лет когда два из них слились в один галилео наблюдает за тем как два овала смешиваются образуя более крупный вихрь два года спустя третий овал присоединяется к ним образуя один вихрь в поясе под большим красным пятном а затем он медленно покраснел так что стал похож на большое красное пятно но меньших размеров появление на свет младшего красного пятна тоже может подсказать ученым где источник энергии этих вихрей шторма юпитера пожирают друг друга более крупные поглощают более мелкие так появились на свет гиганты подобные большому красному пятну это как пищевая цепочка когда крупные рыбы поедают более мелких а первичные потребители энергии на юпитере маленькие грозы это ответный вопрос об источниках энергии но остается неясным почему шторма существует так долго в условиях турбулентности юпитера шторма не могут не разорвать себя изнутри на земле вихри подобные торнадо вскоре исчезают а на юпитере действуют годами у него самая большая скорость вращения в солнечной системе в 22 раза больше чем у земли с долей иронии ученые джон орну считает что именно быстрое вращение объясняет стабильность штормов юпитера быстро вращающихся системах воронки сохраняются долго вопреки здравому смыслу они никогда не саморазрушаются в результате этих миссий мы поняли что вихри очень устойчивы стабильны если смешивать два разных красителя в крутящиеся банки с водой и результат ошеломляет то что сначала кажется хаосом оказывается устойчивой системы мы получаем две крупные воронки которые долго продержатся сохраняя устойчивую форму суть вот в чем если во вращающихся жидких системах попытаться смешать разные вещества или растворить их образуются крупные скопления наподобие большого красного пятна галилео обнаружил почему некоторые вихри вырастают до таких размеров и живут долго но для ученых остается загадкой главная особенность юпитера опоясывающие его красные белые и коричневые полосы считалось что некоторые цвета являются газами поднимающимися на поверхность а некоторые погружающимися но галилео ставит это под сомнение хотя толщина атмосферы достигает нескольких сотен километров виден только внешний слой здесь дуют ветры с большой скоростью и в противоположных направлениях вызывая видимые на поверхности движения разноцветных узоров цветные полосы связаны с движением веществ по вертикали некоторые с подъемом а некоторые с погружением возможно также что восходящее движение происходит на одном уровне а погружение происходит внутри той же полосы но на другом уровне доказать это можно будет только после того как миссия джуна в 2011 году позволит увидеть вращение планеты под верхним слоем атмосферы джуна совершит 32 витка каждый в 11 дней вокруг юпитера орбиты вращения будут проходить над полюсами планеты меняя долготу с каждым витком чтобы исследовать новый сектор планеты джуна впервые произведет съемку все атмосферы юпитера на глубину 560 километров может быть масштабные атмосферные явления планеты наконец раскроют свои тайны сейчас ученые понимают что быстрое вращение не только сохраняет активность штормов но что еще важнее служит источником магнитного поля юпитера мы сможем изучить эту систему и сопоставить ее с землей и узнать что то что поможет нам в понимании подобных процессов на земле магнитное поле земли это результат движения расплавленного железа вокруг ядра юпитер состоит из газа но около ядра водород сжат настолько что ведет себя как расплавленный металл источник магнитного поля находится внутри планеты где давление столь велико что водород приобрел металлические свойства подобно металлам он перемещается создавая электрические поля и они формируют магнитное поле окружающие планету металлоподобный водород бурлящий в ядре юпитера создает вокруг планеты магнитное поле невероятной мощности она простирается через солнечную систему до сатурна и дальше удерживая заряженные частицы и газы его поперечный диаметр от 50 до 100 радиуса планеты а хвост выталкивается солнечным ветром за орбиту сатурна магнитное поле юпитера крупнейший объект солнечной системы если бы она была видна земли невооруженным глазом то казалось бы больше луны его силы хватает чтобы постоянно поддерживать извержение серы из вулканов ближайшего спутника юпитера и его это вещество также вырывается на поверхность у полюсов юпитера создавая захватывающее зрелище как и на земле на юпитере бывает северное и южное полярное сияние джуна впервые проанализирует заряженные частицы магнитные поля создающие эти явления мы подлетим близко нырнем под радиационный пояс и вынырнем с другой стороны и пролетим сквозь заряженные частицы которые бомбардируют атмосферу и вызывают полярное сияние команда надеется что исследование юпитера поможет в понимании того как образовалась магнитное поле самой земли но у системы юпитера есть и другие тайны его спутники не безжизненны отличаются высокой активностью и в этом может быть ответ на важнейший вопрос есть ли жизнь вне земли система юпитера огромна вокруг планеты вращаются 63 спутника некоторые размером с отдельную планету они также являются загадкой маленькие тела обычно остывают быстрее почему же сейчас на этих спутниках столь высокая геологическая активность в ответе возможно находится ключ от святого грааля науки есть ли жизнь на других планетах четыре крупнейших спутника это ганимет каллиста ио и европа они разительно отличаются друг от друга и у каждого свои тайны пока ганимет совершает один виток европа делает два витка а ио целых четыре этот завораживающий космический танец спутников непростое совпадение астрономы полагали что спутники юпитера мертвые куски камня и льда но галилео обнаруживает динамичные миры первая остановка загадочный ганимет крупнейший спутник в солнечной системе если бы он вращался вокруг солнца вместо юпитера то был бы планетой на этих снимках наса показаны его горы долины кратеры и застывшие потоки лавы почти сразу же команда обнаруживает что-то невероятное магнитометр галилео зафиксировал неожиданные показания я была потрясена свидетельством того что там есть магнитное поле я даже сказала просто не верится ганимет единственный спутник в солнечной системе с собственным магнитным полем но это загадка спутники состоят из застывшего вещества а магнитное поле указывает на расплавленное ядро открытие магнитного поля ганимеда только отдаляет разгадку тайна образования планет должно быть в прошлом что-то произошло какая-то катастрофа достаточно крупная чтобы раскалить спутник галилео показал нам что ганимет завораживающий мир со своей очень непростой историей как отдельная планета но наряду с постоянным магнитным полем ганимеда галилео обнаруживает второе переменное поле возможно это указывает на наличие слоя жидкой воды внутри ганимеда ученые подозревают что океан залегает под каменной корой спутника команде не терпится это выяснить но траектория галилео вынуждает его покинуть ганимед и отправиться дальше впереди ждут новые сюрпризы следующий спутник самый отдаленный из четырех крупнейших калисто холодный скалистый и не менее загадочный древнейший самый кратеризированный ландшафт в солнечной системе его поверхность испещрена следами падения метеоритов ученых приводят недоумение кратеры со странными яркими краями кажется будто темное вещество на поверхности разошлось показывая более светлый слой никогда раньше не видели ничего подобного так из чего же состоит вещество которое оползает какие процессы вызывают это при близком рассмотрении это тело оказалось гораздо интереснее чем мы могли подумать хотя температура на поверхности минус сто семьдесят два градуса по цельсию информация полученная с галилео предполагает что калисто не может быть полностью застывшим как и ганимед обнаружено слабое магнитное поле значит там тоже может быть океан но информация противоречива другие приборы на борту показывают что под поверхностью калисто 200 километровая толща горных пород металла и льда до самого ядра это еще одна тайна общепринятая теория образования спутников и планет гласит что они раскаляются когда их вещества впервые соединяются жар должен отделить горные породы от льда как ни странно на калисто этого не произошло получается спутник никогда не раскалялся но как образовалось такое крупное тело мы все еще недостаточно понимаем что произошло на калисто как многое в системе юпитера калисто поднимает больше вопросов чем дает ответов на них мы все еще не знаем что происходит внутри спутника мы даже не знаем из чего состоит его поверхность история следующего спутника юпитера столь же необычно и вы имеет размер с нашу луну это самый близкий к юпитеру спутник из четырех крупнейших это самое вулканически активное тело в солнечной системе на нем более 400 вулканов до 200 километров в диаметре если бы вы взглянули на ее с высоты птичьего полета вы увидели бы поистине захватывающее зрелище извержение на сотни километров высоты огромные потоки лавы озера лавы кипящий бурлящий и вся эта странная поверхность окрашена в цвета пиццы пепперони вулканы постоянно изменяют ландшафт ио снимки галилео разительно отличаются от снимков присланных вояжером лет 20 назад но как может ландшафт измениться так сильно за столь незначительный период времени огромные кратеры возникают и исчезают причина их разрушения огромные фонтаны сернистых газов вырывающиеся на 320 километров вверх мы сделали вывод что именно извержение долгое время выбрасывали твердые породы на поверхность и фактически уничтожали эти кратеры на протяжении долгого времени но как и с другими спутниками юпитера возникают вопросы такая вулканическая активность нуждается в огромном количестве теплоты и откуда же она возникает и о за 800 миллионов километров от солнца должна быть слишком холодной очевидно что это не так может ли это быть связано с гравитацией сила притяжения юпитера удерживает и он на орбите но совершая свой цикл и о попадает под действие гравитации других спутников которые тянет ее в противоположном направлении происходит деформация и о при которой и выделяется тепло вращаясь вокруг юпитера и крупные спутники растягиваются и сжимаются на своих орбитах это создает жар трение и внутри его плавятся горные породы способствуя извержению вулканов выбросы веществ на ио происходит подобно тому как приливы и отливы на земле под действием луны только на ио вся поверхность поднимается почти на 100 метров представляете что было бы если бы здесь в лос-энджелесе земная кора поднялась бы на 100 метров это потрясающее открытие мир сформированный под воздействием сил растягивающих его как тянучку но как ни удивительно ее не самый необычный из спутников юпитера следующий спутник на пути галилео европа странный рельеф ее поверхности состоит из параллельных борозд и дорожек изрезавших лед это ледяное тело с невероятным секретом могут ли там быть необходимые ингредиенты для существования жизни на снимках европы полученных предыдущими миссиями мы видим белорозовый пейзаж но галилео обнаруживает меньше кратеров от метеоров чем ожидалось значит что-то уничтожает их после возникновения так как на поверхности европы лед ученые считают что вода поднимается снизу этот спутник столь загадочен что команда хочет взглянуть на него поближе но это значит что придется провести на европе больше времени изначально мы собирались совершить всего три витка вокруг европы но ситуация там была столь интересной что пришлось продлить миссию и еще несколько раз вернуться к европе первая задача галилео сделать более детальные снимки спутника вопрос в том насколько активна поверхности европы быстро или с едва заметной скоростью протекают процессы уничтожающие кратеры сначала выдвигается предположение что процесс длится миллиарды лет но ученые быстро меняют мнение я слышала как они обсуждают возраст ландшафта европы но возможно ему несколько миллиардов лет затем следующее сближение и речь идет о ста тысячах лет еще одно и говорят о непрекращающейся активности измерив магнитное поле европы галилео обнаруживает еще одну загадку превращение вокруг юпитера магнитное поле европы меняется у нее должен быть проводящий слой позволяющий магнитному полю юпитера проходить через нее возможно только одно объяснение этому и она станет большим сюрпризом для команды галилео мы могли расшифровать эти знаки только как свидетельство воздействия океана скрытого под ледяным панцирем ученые полагают что океан европы огромен он покрывает весь шар на глубину 160 километров представляя собой крупнейшее скопление жидкой воды в солнечной системе если это так команда должна исследовать фундаментальную проблему температура на поверхности достигает минус 90 градусов по цельсию почему огромный океан так далеко от солнца не замерзает астрономы думают что это происходит по той же причине что и извержение вулканов на его гравитационное поле юпитера вытягивает и сжимает спутник внутри которого выделяется тепло именно она и способствует изменению поверхности это также может объяснить некоторые особенности европы снимки галилео показали что вся поверхность европы изрезана хребтами эти странные структуры достигают тысячи километров в длину и обычно проходят попарно вот фребет с углублением посередине а рядом еще один на земле нет ничего подобного этим причудливым образованием поначалу эти полосы загадка для ученых но потом находится объяснение планетолог боб папалардо воспроизводит этот эффект с помощью кубов льда в лаборатории под действием гравитации юпитера поверхность льда европы изгибается и появляются трещины из-за постоянной деформации куски льда сдвигаются вперед и назад вдоль этих разломов возникающие от трения тепло нагревает лед с обеих сторон от разлома и этот теплый лед поднимается наверх образуя странные хребты которые мы видим те самые борозды пересекающие ледяную равнину европы это они и есть галилео обнаруживает непрестанно изменяющийся мир свидетельство жара скрытого под толщей льда потеки вещества на поверхности возможно указывают на ледяные вулканы или гейзера на льду раскинулись бурые пятна там где произошел разлом и соленое вещество изнутри поднялось наружу на европе мы видим ямы и пятна которые могут быть связаны с подъемом крошева из теплого льда извергающегося сквозь панцирь подобно лаве жар изнутри спутника может даже питать гидротермальные источники в океане на земле вокруг морских гидротермальных источников кипит жизнь у галилео также есть данные о замерзшем углекислом газе на поверхности европы который может подниматься из океана это важнейшая находка ведь углекислый газ необходим для жизни значит ли это что где-то на европе есть жизнь я отношусь к тем кто считает что где вода там вполне может быть жизнь и там где есть вещества необходимые для жизни а на европе кажется есть и вода и эти вещества если мы обнаружим жизнь в океане европы это будет огромным скачком в понимании того одни ли мы во вселенной или жизнь может быть повсюду поиски признаков жизни непреодолимое искушение ученые твердо намерены вернуться на европу и концу следующего десятилетия планируется революционная миссия по исследованию спутника европа эксплорер сделает первые шаги к ответу на главнейший вопрос есть ли жизнь на других планетах он исследует лед на поверхности европы его строение а также займется поисками участков через которые было бы возможным однажды проникнуть в океан главный инструмент эксплорера радар с его помощью ученые получат трехмерную карту коры европы они узнают толщину ледяного панциря как глубоко залегает океан охватывает ли он весь спутник какова его глубина какова толщина водного слоя это важнейшие вопросы когда ученые выяснят толщину льда нужно будет разработать способ проникнуть под лед и это будет уже совсем другая миссия зонт который не только будет летать по орбите европы но и приземлиться чтобы исследовать внутренний океан эндуранс уже работает в антарктиде это первый батискаф из подводных зондов нового поколения которые могут работать подо льдом целью является создание аппарата который не нуждается в инструкции эндуранс должен принимать решение самостоятельно возможно однажды подобный аппарат будет искать признаки жизни на европе но сперва надо проникнуть сквозь толщу льда лед такой толстый что чтобы его растопить нужно много энергии это не встретит одобрение но нам понадобится ядерной энергии чтобы растопить лед и возможно на это уйдут недели и даже месяцы мы представляем себе аппарат который высадится на европу расплавит лед под собой и исследует то что там на самом деле обнаружение жизни вне земли было бы одним из величайших открытий всех времен если в океанах европы есть жизнь это говорит о том что жизнь может существовать в любой среде с большим количеством воды что было бы удивительным открытием юпитер и его спутники уже изменили представление о нашем месте в солнечной системе теперь новые миссии к европе могут наконец доказать что жизнь на земле не уникальное явление и если есть две такие планеты то их может быть много юпитер и его спутники могут однажды подарить нам надежду найти не только жизнь но и братьев по разуму в далеких галактиках